А я рада представлю наших спортсменов. Денис Сидоренко, фиделист чемпионату света за ММА среди юниоров, та Константин Шутко, финалист чемпионату с джиу-джитсу. Доброе утро, ребята. Розсказывайте, что за чемпионаты и как все происходило. Ну, 23-24 февраля проходил чемпионат мира по ММА среди юниоров в Ярославле. Ну, турнир прошел достаточно хорошо для сборной Украины, заняли второе общекомандное место. Также, ну и уровень турнира был достаточно высокий. Занял второе место. Насколько ожидаема была победа? Что ощутил, когда понял, что выиграл? Ну, конечно, хотелось занять первое место, но сыграл человеческий фактор, допустил какие-то ошибки и не вышло. Поэтому вышел на второй бой с мыслью о том, что надо хотя бы одну победу сделать. Я знаю, что Константину удалось получить первое место. Расскажи о своих ощущениях. Ну, ощущение радости, потому что это первый международный турнир в Украине по бразильскому джиу-джитсу. Это являлся отбор на World National Pro в Абу-Даби. И очень приятно было выиграть. И будет еще приятно поехать туда и выиграть там уже. А как долго готовились к соревнованиям? Ну, в течение трех месяцев тренировали только бразильское джиу-джитсу. А так, я боец ММА, и сделать такой вот прорыв в бразильском джиу-джитсу, это было что-то нечего. Есть ли какие-то секреты во время тренировок? Вот что-то такое, что обязательно нужно было выполнять для того, чтобы достигнуть успеха? Да, ничего такого. Просто упорные тренировки и работа над собой. Ребят, сколько раз в неделю тренируетесь? Как активно у вас проходят подготовки? От пяти до шести раз в неделю. Это ММА, джиу-джитсу и грэппинг. Смотрите, еще такой момент. Существует ли для спортсменов такого плана какая-то особенная диета? Ну, да, конечно. При подготовке к каким-то соревнованиям нужно или сбросить вес, или наоборот его набрать. И мы придерживаемся каких-то особенных диет, которые помогают нам в этом. Какие ближайшие планы на будущее? Следующее соревнование уже скоро, или же будет еще какая-то подготовка? В апреле должны быть World National Pro, это под джиу-джитсу. И мы активно готовимся к этому. А по ММА? Ну, также в начале апреля будет чемпионат Украины по молодежи до 2021 года. А на будущее уже буду готовиться на международные какие-то турниры. Там будет вскоре чемпионат Европы в декабре. А также в следующем году опять, думаю, поехать на чемпионат мира. То есть у вас и сейчас активно проходит подготовка уже к следующим. Ребят, вот если кто-то на вас из наших телезрителей посмотрит и захочет также поучаствовать, что ему нужно для того, чтобы начать заниматься? Джиу-джитсу либо ММА? Ну, нужно сначала начать тренироваться. Например, в нашем клубе Мэйклоп Николаев. Тренировки проходят в очень дружественной атмосфере, поэтому, я думаю, никому не будет как-то некомфортно тренироваться. Тренира очень хорошие, ну, очень все доходчиво объясняют, поэтому... А необходима ли какая-то дополнительная физическая подготовка до того, как человек начинает заниматься? Либо можно просто прийти и сказать «я хочу». Можно прийти и спокойно сказать «я хочу, я хочу этим заниматься, я хочу стать кем-то». А возрастная категория от... со скольки лет можно начинать? Лет с восьми, с самого маленького. И девушки тоже есть у вас в коллекции? Да, да. Как проходят тренировки? Это совместно происходит, либо женская группа отдельно? Совместно, совместно. То есть вот так вот. Хорошо, спасибо большое вам, ребят, за то, что пришли к нам в гости. Будем ждать от вас новых побед и новых свершений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова